Это первое совместное такое деяние, когда идем друг к другу на встречи, и клиницисты, и кто занимается генетикой, молекулярной биологией. Но Александр Константинович говорит, что действительно, то можно опоздать. Но опоздать, к сожалению, да, не по нашим причинам. Но то, что желание есть этим заниматься, и то, что в больших центрах есть такие возможности, сейчас с финансами, это, конечно, хорошо. Ну, некоторые, конечно, спорные вопросы, как Евгений Иванович говорит, что все, мы уже в клинике, пока не могу согласиться с этим. Конечно, грамотная лаборатория, грамотная, так сказать, консультативная и такая паритетная работа, она позволяет, конечно, внедрять многие, но это пока еще, мне кажется, конечно, далекий и близкий шаг, с одной стороны, никто не знает, где будет прорыв, вот, потому что возможности больших, конечно, западных центров не сравнимы в этом плане, но то, что обычно клиника, эксперимент, если так говорить, они шли где-то с большой дистанцией, то сейчас рывок, конечно, в сторону молекулярных исследований, и тут, конечно, отдать должное необходимо, необходимо, так сказать, интеграция все больше и больше. Поэтому, ну и представленные все доклады, так сказать, очень интересны, конечно, для клиницистов, может быть, трудно воспринимаются, поскольку это такой первый шаг, если кто не занимается, но без сомнения, без сомнения, эти исследования необходимы и будут, естественно, продолжаться, ну, а клиницисты будут ждать тех решений, которые могут быть получены. Вот, что хотелось сказать на эту тему. Спасибо большое, Анастасия Валик. У вас есть что? Я только могу к этому присоединиться, то есть со стороны лаборатории, конечно, это интересно, и единственное, что хочется, как вот так вот в качестве пожелания, внятно сформулированные запросы со стороны клиницистов, их ответить на них проще, технически быстрее, и эффект будет больше. То есть если со стороны клинической практики будет внятно сформулирован вопрос, что нам нужно отличить вот этих пациентов от вот этих пациентов, вот эту группу пациентов, которая лечится так, а вот это вот так, или этот пациент, например. Ну, то есть чем более жестче и внятнее будет сформулирован вопрос со стороны клиники, тем быстрее и эффективнее получатся ответы, какая-то ответная методика разработана со стороны лаборатории. Поэтому вот такие вот собрания совместные, они, естественно, почву создают для таких вот общений, мы получим эти запросы, мы на них ответим с удовольствием. Ну, вопрос, если продолжаю, так сказать, в качестве дискуссии, вопросы одни. Это прогноз и мониторинг. Другого в медицине ничего не придумано пока. Как-то хотя бы контролировать течение заболевания и предсказывать. Но если уже третья часть, можно ли внедриться, вот тут говорили уже, можно ли с помощью того или иного метода повлиять, ну, это, наверное, чуть позже. А на первые два мы всегда готовы, если вы будете там... Не надо нам формировать даже группы, понимаете. В любой момент, где вы войдете, там, пусть при опухолях, там, высокого риска, там, я не знаю, с одним глиссоном, допустим, там, 8-10-бум говорить, и скажете вот это, вот это, это уже будет большой прорыв, где мы четко сможем сказать, что да, вот мы ориентируемся на эти данные, мы их взяли на вооружение. Субтитры создавал DimaTorzok